всем добрый вечер и мы начинаем очередную прямую трансляцию сегодня у нас по плану блиц партии ну а также освещение последних футбольных новостей напомню сегодня у нас играют порту ювентус и севилья против лестера надеюсь здесь все работает звук есть и чат тоже должен функционировать так ладно пока пока будем создать игру на речи с и вот первая партия пробуем ферзевый гамбит сырать карлсбатский вариант давайте вот такой ход не вполне корректно возможно александр кузнецов уже подошел да будет просто матчи и общение турнира не будет просто поиграем можно было два потом по линии c атаковать дальше по 5 надвигаться но спокойная пока игра увел короля подальше так ну что переводим коня на c4 тут нужно осторожно с ферзем потому что достаточно в такой тесненной ситуации находится ферзь давайте слона вы меняем так у меня тут чизбейс что-то как никак не закроется может быть нет на твиче трансляции нет я пока твич не освоил поэтому поэтому пока на ю тубе только так ну что поменяем ферзей а соперник идет навстречу моим пожеланиям ну и давайте коне 4 заедем так пешка на f2 так канал поросенка пишет здравствуйте я ваш маленький поклонник а какой у вас разряд звания по шахматам разряд у меня кандидат мастера спорта так забрал ну и где-то же 5 надо будет сыграть давайте заранее отойдем сюда чтобы на конь c5 не было под боем латино и 4 можно сырать конь d7 тут же 5 сыграем короля нужно все таки поставить наверное на б8 чтобы не было мата тут h4 грозит соперник сыграть но ладья h6 будет ход давайте сразу ладья h6 теперь f4 хочется играть ну давайте может быть f5 тогда надвинемся короля нужно на b8 поставили на b8 чтобы не было мата ну и давайте может быть пешку f вперед толкнем давайте уже толкнем вперед пешку под боем на и 3 теперь нужно пробивать видимо на и 3 слабость будет нет решил все таки на и 3 себе слабость создать но слабость относительная в принципе можно поставить ладью потом коня это линии есть да давайте короля подведем может быть не самый точный ход и вот он хочет раскрутиться хочет раскрутиться короля наверное на d6 а потом c5 так c5 хочу побить так ну что конь f6 да сеанс хорошая идея но может быть из-за того что слишком много было людей пришлось его проводить так долго так что здесь бьем бьем а6 я успею сыграть да ничью отработаю или нет у меня один запасной темп у него два вроде должно быть все нормально король c4 король d6 да похоже ничья если только на король e5 нерванет нет тут ничья на первая партия такая плотная получилась поэтому ну давайте еще еще одну партию с ним сыграем и закрытую закрытая социалянка хороша в том случае если вы хороший позиционный игрок и например не хотите ввязываться в тактические осложнения людей будет с каждым разом все больше ну да наверное так и будет так давайте возьмем все ли вы дебюты знаете нет я далеко не все дебюты знаю знаю то что часто играю можно так сказать вернее то что играю знаю хорошо остальное знаю так посредственно хотя должность и работа тренером обязывает обязывает меня знать больше и все больше и больше так вот тут мне 18.02 донат пришел вот сергей шипова но я помню да там был у нас и тоже александр гельман был да в кавычках то есть понятно что это все все это не то звание кмс нет кмс насколько я знаю это все таки разряд вот у меня спросили какой у вас разряд или звание я отношу кмс к разряду вот а звание это мастер спорта гроссмейстер и так далее так ну давайте наверное как-то фирс d2 что ли магнус красный знает все дебюты ну я думаю знает какой у меня был максимальный рейтинг в классику а он у меня сейчас максимальный то есть 2214 это национальный рейтинг а фиды у меня 2015 я сыграл не так много турниров международных по классике поэтому такой есть такой есть так конь c4 хотят да побить здесь конь c4 да ладья b1 конь c4 конь c4 слон пробил а там на e8 подвисло да ну ладно тогда ладья b1 видимо можно сыграть так серьезный соперник попался видите по времени почти минута разницы слишком долго говорю так ну что убьем там на e8 же подвисло я не знаю на что он рассчитывал я бью на e8 а потом бью на d5 похоже это зевок фигуры а ферзиом красиво смотрите как интересно он конем на f3 будет ходить это интересно давайте возьмем смотрите как да смелая жертва фигуры что же делать может быть сырать конь e5 а ну можно в принципе забрать но смотрите если я заберу то будет шах я отошел еще один шах конь e3 это не то интересная жертва так как же я хотел конь e5 да я хотел слон бьет пешка бьет нет тоже не то смотрите как интересно ну что ферзь d3 приходится играть ферзь d3 ну я чувствую тут конь f3 есть ход конь h2 и тут уже ничья точно есть а можно конь f3 а потом слон c4 да ах не учел я этого без фигуры остаюсь в фиде в турнирах участвовал в двух они проходили буквально в половине километра от моего дома а вот так он решил да и ну ладно давайте уже тут солнце 4 был ход и вот в этих я турнирах участвовал а в других не участвовал такой был удобный турнирчик он два раза проходил то есть дважды проходил подряд в нашем городе вот я в нем решил принять участие больше нет да плохая позиция надо прямо сказать видите какая интересная эта ферзя была по времени тоже просил ну давайте так да ну тут технический проигр так тут михаил пишет удачи ну да тут удача мне понадобится ну тут надо сдаваться давайте еще одну партию с этим шахматистом интересный шахматист так давайте еще одну и и и и и давайте голландскую защиту сыграем напоминаю сбор средств идет на новые комплекты шахмат там в правом нижнем углу вот здесь вы можете видеть прогресс этого действа ну пока что собрано где-то одна четвертая от всей суммы но ну ну бьем да так вышел ферзем и конь е4 так конь е4 ну бить надо давайте слонов возьмем все таки так ну что ферзь g6 да давайте ферзь g6 пока попробуем ферзь g6 что дальше можно сыграть ладья f5 попробуем сдвоиться по линии f может быть ладья h5 пойти c5 здесь уже рискованно так сицилиан 322 добрый вечер добрый вечер так под боем здесь пешка на е4 ну что может быть ладья h5 сыграть давайте ладья h5 сыграем добавим сюда и коня может быть как-то так ну что наверное надо играть е5 бить нехорошо тут пешка открывается давайте е5 сыграем c5 тут пока не не очень хорошо потому что не проходит так двойной удар двойной удар очень неприятный кстати ну давайте коня поведем и может быть ферзь f7 да чтоб пешку на c7 защитить неприятный такой выпад ферзем действительно ферзь f7 конь g4 очень очень крепкий там слон может быть конь g4 а дальше нет дальше не получается да пешку надо держать поэтому пока ферзь f7 где f7 не так хорошо там будут шахи по восьмой да ну поиграем на лечесе на ческом как-то в последнее время особо не играем поэтому так ладно давайте g5 может быть ладью уберем как-то h5 пойдем так вот видите ферзь на c5 изготовился а мы уберем коня а зря я убрал тут же пешка висит ай что ж такое когда играешь не в прямой трансляции одно когда стримишь то совсем другое зевки какие-то пошли ну ладья f6 я h5 хочу сыграть а он напал да так хочет разменяться ферзями нет ферзи f6 пока хода нет но можно сыграть мадья f6 пока на ческом рейтинг на 250 пунктов будет ниже ну не на 250 но ниже будет так он отошел да если я сыграю просто h5 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 ферзь h5 потом туда да не то ладно давайте так если он h5 то я ладью выведу и h5 может быть будет слабость так citizen ютубер здравствуйте вас интересно смотреть ну хорошо спасибо так так пишите коротко данный стрим ну а как тут описывать просто очередной стрим я так его и назвал очередной стрим так взял е4 висит коня надо ставить ах тут шар да что на ничью идет нет смотрите я вроде бы не на ничью а на самом деле нет так ну давайте размену ждут ферзей так взял забрал забрал да так ну пешку я наверное отъем да конь b3 будет сразу так нет ну подождите я тут я тут вроде бы все успеваю если я так то он сюда я бью конем бьет ладьей ладно ну сыграем на флаг конечно удивительная ситуация в стримах что можно сыграть на флаг самому ну вот такая партия не обессудьте конечно так вот спрашивают с кем из шахматных блогеров играли гельмана вы потянули ну мне с гельманом удалось сыграть кажется две партии в одной я проиграл в другой выиграл в одном из первых стримов есть там есть там у меня запись этого ну на ческоме мы как-то сыграли вот поэтому ну просто другое дело что в каком состоянии играть то есть можно играть здесь первую партию можно играть уже не первую а двести первую то конечно тогда разница есть что самое главное в шахматах и назовите мое имя в стриме я ваш поклонник Назар Мельничук пишет так главное в шахматах не знаю что главное в шахматах главное в шахматах не терять интерес к игре вот если вы например возьмете Иванчука то у него видите он уже практически приближается к отметке 50 лет но не теряет интерес к игре и очень такой можно сказать шахматист боевой всегда настроен на серьезную борьбу вот наверное главное в шахматах не терять интерес к игре не терять интерес к обучению если вы тренер то есть можно конечно понять что например вы знаете многое вот к вам приходят дети они совсем ничего не знают и можно так подумать сколько надо еще вложить для того чтобы они узнали хотя бы часть того что знаешь ты но на самом деле надо просто вспомнить себя какой ты был тогда когда ты знал мало вот и не торопясь делать свои дела вот это наверное главное в шахматах главное в шахматах оставаться человеком это главное не только в шахматах это главное в жизни да можно так сказать Иванчук лучше не буду спорить так ну что тут у нас не пошел на полный гамбит мой соперник видите на b4 не срубил слоном кстати с этим соперником кажется я в ничью сыграл в недавнем сеансе вот поэтому нужно быть осторожным так ну что дальше дальше может быть слон а3 слон а3 ну давайте ладья b1 поддавим пока так и пешечкой да наверное пешечкой пешечкой так так тут уже вопрос возникает а если я сыграю просто вот так да опять стрим во время футбола ну что сделать у меня такая ситуация по расписанию что у меня среда только вечером свободно вот в среду можно вот и не будем сегодня затягивать потому что потому что действительно футбол сегодня играет порту и ювентус и севилья лестер поэтому поиграем до перерыва а там уже дальше кто будет смотреть футбол то пойдет второй тайм смотри а кто нет тот пойдет отдыхать такое вот сегодня расписание так слон c6 да слон c6 нехорошо конь g5 есть ход конь g5 ладно давайте сона 4 артем тюрин писал я сюда самым первым зашел обнаружил что меня забанили с телефона да спасибо артем но я тут 20 до 20 поставил потому что было такое что 10 рублей там писали всякие хорошие вещи вот не знаю спасибо за пожелание так вот тут у нас конь d4 доход нехороший но может быть аж 3 тогда добрый вечер с наступающим праздником спасибо вас также так так конь h4 да конь h4 ладно давайте конь h4 краснодар с венербавшей уже второй тайм ну да это если в россии то оно раньше начинается что ничья да тут как-то ничего не хочется там правда слон h3 да слон h3 да как-то хочется ферзь d6 может быть действительно ферзь d6 а давайте ферзь d6 дело в том что там брать наш 3 нельзя ферзь c6 будет ход вот это действительно неплохо конь e5 а потом или конь d4 и отвлечь от поля е7 так рокировочка остренько уже смотрите как интересно получается а давайте конь e5 или конь d4 конь e5 конь e5 конь e5 взял мат да давайте конь e5 интересно получается ты звитки будешь яка область днепропетровская область место днепро служил в на военной кафедре служил 2 года фактически пусть пишут что угодно деньги идут да ну деньги идут но тогда когда они писали то я выводил последнее сообщение в правом нижнем углу и получилось некрасиво поэтому я сейчас подключил еще второй свой старый компьютер и вот буду фильтровать поэтому пишите сообщение имейте ввиду что да краши хиллер играл во время сеанса и по моему там как раз у нас с ним ничья была в конце там слон с пешкой против коня и двух пешек так а я на c6 возьму наверное что я не понял она тут я матом на b8 угрожаю кажется этот уже выиграл да вот видите могла быть ничья а получилось как получилось ну давайте еще одну партию с ним сыграем так ну что е6 сколько лет у вас есть семья ну давайте такие вопросы не буду уже отвечать сколько лет не много и не мало не много и не мало можно так сказать собираясь на военную кафедру в гусе как раз поступать нормально там было в ваше время ну мое время это было только не так и не так и вроде и давно не так и не так вроде бы и недавно сейчас я вам скажу ну почти десять лет назад уже ну как нормально ну как ну в любом случае я думаю это не помешает так военная кафедра я думаю не помешает такой простой очень вариант видите вы кмс или мастер кмс кмс так ну что ж 6 h6 давайте h6 пробьем на d4 конь c5 кстати завтра у нас в городе начинается турнир областной чемпионат по быстрым шахматам двухдневный а потом в субботу еще близ однодневный поэтому скорее всего стрим если будет в субботу то то может быть будет поздно а может быть не совсем его не будет потому что турнир есть турнир участвовать надо там кстати будет обсчет рейтинга фида поэтому очень важно вот так конь d5 есть ход конь d7 есть ход вот какая позиция с изучением каких дебютов нужно начать новичку с итальянской партии я сегодня буквально рассказываю об итальянской партии начинающим шахматистам так давайте коня наверное сюда поставим добром ну тут слон вроде бы как у меня плохой но на самом деле не очень то он и плохой удастся его на эту диагональ поставить будет хорошо какой приз честно говоря не в курсе какой там приз я просто играю из-за рейтинга потому что рейтинг у меня там невысокий и по быстрому и по блицу поэтому играю чисто из-за рейтинга ну надеюсь десятку попасть а там уже как повезет так на пешку напали да что мы можем сделать ну наверное двинем вперед да может быть на опять опять слишком далеко да давайте так давайте пока так здесь на 200 пунктов рейтинг завышен по сравнению с реальным но это интересные вот эти истории проследить насколько отличаются рейтинги в реальной жизни от тех которые на сайтах ну вот у меня 2214 ну это по классике национальные а тут 2378 ну считайте вычисляйте можно статистику поднабрать так если я возьму он возьмет взял взял это нехорошо до пункта f7 дошли да так до пункта f7 а что если взять и потом f6 давайте так f6 если ферзь c4 и ферзь d5 да но f6 вроде нормально давайте посмотрим что тут с ходом f6 связано вроде нормально все все защищено ферзь c4 ферзь d5 и та же история ну правда ладьей можно отойти да будет то есть если сейчас он отойдет ладьей то ничего вроде не грозит хотя можно побить на e5 так а ну да насчет возраста чуток спалили ну в принципе а конь да смотрите конь g6 есть хода интересный конь g6 распутывается да конь g6 конь g6 да ну что как дальше надо бить и что дальше король f8 наверное ну в принципе видите неплохая позиция я сыграла деды 8 сыграю так вот тут спрашивают у меня рейтинг 1500 я первый разряд не знаю 1500 это это на лечесе да ну может быть может быть и первый ладно давайте так поставим что мы тут придумаем если d6 то бьем на a2 конь e3 это все таки давайте возьмем на a2 пройдет пешка что ли вроде не проходит так так у меня лишний пешак уже есть что дальше слон e6 можно играть как-то пытаться выиграть эту пешку d6 да так не понял а если я просто сыграю слон e6 конь d4 давайте пойдем на этот вариант так конь d4 ладья d6 ладья c7 слон d5 вроде ничего страшного нет мне кажется тут не то что-то что-то не то так ой 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 ну что да вот такая интересная жертва брать надо мне кажется все таки мало мало фигур у черных вернее не мало фигур у меня много пешек Это что-то не то Нет Донат Артем спрашивает Не знаю Наверное не дошел Честно говоря Давайте Сначала я сюда поставлю слона А то слон Д5 Так И слон Д5 Бьем на Б2 И ладья Ж2 Так Давайте Ф5 пойдем Нет с донатом у меня последний донат 18.02 Как раз от пользователя С именем Сергей Шипов Интересно Рта не видно Но рот есть Раз есть Звук То рот есть Так Артем пишет Деньги сняли Ну я не знаю Посмотрю сейчас Вот у меня тут в прошлый раз Сергей Шипов, Руслан Гордимов, Андрей Так Нет Нет Может быть Позже как-то дойдет Я не знаю В прошлый раз По-моему Как-то с задержкой Это все шло А там видно было Да Раз пишут Артем 20 рублей Значит там было видно На экране Сколько То есть сумму Ну мне пока почему-то не дошло Может действительно Какие-то Какой-то Да I have I have got to go Ну все Спасибо за игру Так Давайте еще посмотрим А вот Артем Да как раз Да Дальше идем Ну тут счет у меня 7-3 Две партии Проиграл Ну может быть Дойду до 2-400 Сегодня Так Ну давайте Задавайте вопросы Свои Я честно говоря Немного Устал Сегодня много Было занятий Поэтому Попытаюсь Сыграть на уровне Вот Французскую защиту Руслан Татаринов Пишет Я вчера Обыграл 2-200 Теперь Это для меня Рекорд Ну Рекорд Значит рекорд У каждого Свои рекорды Я когда-то Помню на одном Из ников На прошлом От которого Я забыл пароль Набирал 2-500 С чем-то И входил В сотню Ну это я Это я Долго играл Помню Как-то набрал Такой рейтинг Ой Ферзи Да ладно Давайте Еще одну Партию Да То есть Набрал Такой рейтинг И Потом Как-то Кубок Кубок Какой-то Тут дают Да Справа Вверху За такое Достижение Так Кто такой Сергей Шипов Ну Наберите В интернете Сергей Шипов И узнаете Так Всем привет Я поклонник Морфи И вашего канала И сейчас Я пьяный Всем добра Ну и вам Также Никита Добра Можно ли Серьезно Начать Заниматься Карьером Шахмат 25 лет Ну Если все Бросить Ради шахмат То можно Почему нет Если будете Усердно Заниматься И есть Способности То мастером Можете стать Так Так Серьезные Думан Нет Угроза Можно 35-40 Взять Ну В принципе Можно Взять Да Почему Нет Так Сергей Вовк Всем привет И вам Привет Так А что За ферзь Такой Интересный Ферзь А Это он Прикрыл Поле На Ж7 Да Ну А если Я сыграю Вот так А Слон А6 Да Тогда Ну Хороший Вариант Слон А6 Потом Ферзь Ж7 В принципе Да Идейно Идейно Ну ладно Давайте Будем Меняться Что делать Раз так Так Рокировку Давайте Сделаем Так Рокировка Взял Еще Взял Подальше Ну давайте Конь Ж5 Может быть Заедем На Х7 Шаг И Конь Ф6 Да Ну можно Сразу Конь То есть Конь Е4 Как называется Дебют Называется Дебют Сицилианская Защита Закрытый Вариант Так Шаг Отошел Конь Подбоем Да Ладно Давайте Все Таки Конь Штрик Конь В4 Давайте Конь Штрик Конь В4 Не удалось Мне дать Шаг Хотя Там Был Момент 1 Можно Было Дать Шаг А потом Сыграть Конь Е4 Я Видимо Там Ничего Не Менял Это Просто Был Ф6 Ход Так Подбоем На С5 Надо Брать С5 Надо Брать Теперь Конь В4 Конь Е6 Заедем Пешка Б Связана Так Ну Давайте Так Конь В4 В принципе Может Быть Но Пешка На Б7 Теперь Подбоем Есть Ход Ф4 Кстати Конь В4 Ф4 Так Ну Давайте Шаг Дадим Забрал Забрал Почему Играя Не Играя На Часком Ну В последнее Время Играю Здесь Так Уже Немножко Привык Освоился Так Ну Что Будем Брать Давайте Возьмем Конь В4 Взяли Шаг Давайте Конь В4 Хочу Сыграть Конь Е6 Здесь Правда Слон Достаточно Сильный Сыграть Шаг Ну Ну Так Если Вы Меня Сведете С ним То То Тогда Я И Сыграю Так Ну Что Две Фигуры Под Боем А Слон Д7 Есть Вход Ну Конь Е6 Тогда Сиди Конь Д8 В любом Случа У меня Лишнее Качество И Еще Две Лишние Пешки Так Ну Что Слон Д5 Можно Отойти Коню Так Давайте Конь С5 Конь Е4 Может Технически Выигранная Позиция Конечно Можно Сыграть Е5 Здесь Пешки Королевского Фланга Размениваются Ну И Можно Даже Перейти В Пешечное Окончание Сыграйте С Личисом На Восьмом Уровне Против Компьютера Так Как Относитесь К Атаке Немцовича Ларсена У меня Были Хорошие Результаты Близ Даже С Разрядниками Хотя Самого Разряда Не И Не Ну Такой Редкий Достаточно Дебют Я Помню Когда Там Мне Когда Был Первый Разряд То Я Даже Один Турнир Сыграл Белыми Полностью С Атакой Немцовича Ларсена То есть Ходил Первым Ходом Или Бет Или Конь В Три Но Помню Такой Можно Сказать Тематический Турнир Был Но Особных Результатов Не Принесло Вот Поэтому Дебют Неплохой Но Не на Регулярные Основы Нужно Применять Так Прошло Да Давайте Еще Последнюю Третью Партию И Это Будет Уже Правильно Ну Давайте Слон Е7 И Тут Такой Редкий Ход Конь Е4 Давайте C5 Сиграем Так Ну Есть Какой-то Ход Ферзь B6 С Одновременным Нападением На Пункт F2 И на Пешку B2 Там Проблемы Проблемы С Пешкой SG7 Да Если Я Теперь Сыграю Конь C6 То Можно Сыграть Ферзь G7 Если Сыграть 2 0 То Тоже Ферзь То Слон H6 Есть Ход Ладно Давайте Качество Пожертвуем Сыграю G6 Потом Слон F8 Черный То есть Чернопольный Слон У меня Будет Так Ладно Денис И Артем Не ругайтесь Тут Чате Если Артем Со мной Играет Надо Играть Ну Вот У Дениса Такое Мнение Да Ну Давайте Ладно Уже Оскорбления Пошли Какие Да Но Есть Ход Слона H6 И Потом G6 Слон G8 Слон G8 Но Не пошел На это Мой Соперник Давайте Конь C6 Пойдем Так Вруза Мата И Ладья D8 Или Может быть Слон B4 Как Там Да Тут H5 Грозит Да Грозит H5 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 Взяли Взяли Ладно Давайте Так Пробуем Разменять Ферзей Обычная Обычная Тактика Для Такого Случая Так Ну что И он Пешкой Наверное Этой Взял 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 Прах Отошел Не то Что Можно Сделать Взял Взял И Куда-то Нужно Вывести Слона Если я возьму На F2 То будет Шаг Ладья D8 Тогда Король Может Король Пойти Да Давайте Так Рискнем Может быть Потом Я все-таки Развяжусь Может быть Я развяжусь Ага Вот такой Ход Ну да Давайте Тогда Сюда Конь G5 Да Ход А Ну теперь Конь G5 И Похоже Мат Да Да Тут уже Мат Будет Тогда Сдался Давайте Еще Поиграем С кем-то Давайте Вот Миша 0,3 28 Так Ну и Испанская Партия Да Испанская Партия И Разменный Вариант Давайте Сыграем По Фишеру 2,0 Как Играл 11 Чемпион Мира Тут есть Вариант С H5 Да Ну такой Вариант Тоже Есть Но тут Жертва Пешки На На Е4 Брать Брать Нельзя Да Ну Тут Приходится Бить Теперь Ферзь Ф3 Защищаем На H3 Тут Ферзь Не вышел На H4 Вот это Минус Конечно Такого построения Ну и Слона На F4 После Кр Ж2 Есть Ферзь Е7 Правда Сейчас Ферзь Е7 Было Слоном Нет Я Хотел Сказать Слон D6 CD Конь B6 Так Ну Давайте Отойдем Ферзь На Е3 А дальше Конь B3 Или Конь F3 Так Профилактика Давайте B4 Попробуем Поатаковать Короля B4 B5 A4 B5 Так Вот тут Неприятный Кстати Заезд Конем Можно было Поставить Коня Удобнее Это На Е2 Может быть Можно Сыграть Ладья H1 И Дальше Король Ж1 Неудобно Ладья Конечно Стала Король Ж1 Да Давайте Король Ж1 Заезд Дальше Еще Одну Ладью Добавили Может Быть Тогда А4 Зашла Ладья B5 Ладно Не знаю Что Из этого Получится Но Какая-то Веселая Игра Будет Ферзь C5 Какой-то А Такой Шах А Еще Конь G2 Здесь Конь Е2 Да Этого Хода Я не Заметил Конь Е2 И дальше И дальше Что Конь Бьет Пешка Бьет И ладья Бьет Да Интересная Партия Получилась Ну Почему Не взять Было На H1 Непонятно Можно Было Вполне Взять На H1 А Теперь Непонятно Уже На H1 Нужно Было Конем Просто Брать Да Проходная Есть Конечно Но Я Наш Два Поставлю Короля Давайте Так Непонятно Почему Наш Один Не взял Ну И что Дальше Конь Четыре Напали 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 Так Ладья А1 Пассивно Конечно А потом Ладья А3 Можно Сыграть Давайте Пока Так Ладья А3 Так Как дальше Перебрасывать Коня Конь Е3 Конь Ф5 Ладья Б8 Хода Пока Нет Так Конь У нас Фишку Еще Не Защищает Конь Ф4 Можно Пойти Нет Он Так Играет Ну Давайте Может быть Конь Ф5 Тогда На Размен А Ну Тут Конь Ф3 Будет Ход На Это Все Рассчитано Конь Ф3 Конь Ф5 Конь Ф3 Отошел Сюда Да Конь Ф3 Нехорошо Давайте Тогда Наверное Так На Конь Ф3 Король Ж3 И на А2 Ладья А1 Будет Ход Пешку Теперь Лишняя Пешка Так Что дальше Можно Сыграть Конь С4 Пока Не пускаю Короля На Д6 И на С5 Пешечный Будет Ничейный Поэтому Ход Конем На С5 Я пытаюсь В обход Пойти И на Ж6 Надо Играть Ф5 Так Я Сюда Конь С5 Конь С5 Это Будет А5 Так Зашел Будет Ход Е5 Или Ход Ж5 Ну Ж5 Ход Кажется Интереснее Я Ж6 Толкать Наверное Не буду Я Просто Пробью На Ф6 Или Сыграю Е5 Но Если Сюда Зайдем А Если Сюда То Королев Возь Да Если Е5 Пока Рано Но Давайте Тогда Д4 А На С5 Просто Просто С3 Так Взял Взял Конь Б6 Взял Взял Там Пешечный Наверное Будет Для Меня Выигран Конь Б6 Тут Надо Еще Подумать Конь Б6 ЦБ Второй Ж6 А Вот Так Заранее Да Е5 Наверное Нужно Двигать Е5 Если Он Взмет Взял Коня Взял Взял Я В квадрате То есть Брать Нельзя Там Но Зато Я Выигрываю Коня Да Выпускает Соперник Шанс Да Ладно Ну Что Дмитрий Фишер Задавайте Ребята Вопросы Если Есть Какие На Тему Шахмат То Отвечу По Мере Возможности Разменный Вариант Французской У нас А4 Надо Бить Или Жабел Надо Д5 Надо Бить Нет Играет Так Давайте Б6 Будем Подрывать Сразу Ну И Тут Вот Так Укрепимся Здесь С7 И Захват Линии А Ладья А7 Ладья А8 Почему На Аватаре Вашего Канала Один Человек А на Видео Другой Потому Что Это Тоже Тот Человек Только Без Очков Если Снять Очки То Будет Примерно Тот Же Хотя Может Быть И Не Похож Ну Моложе Но Ну Насколько Там Может Лет На 5 Моложе Может Быть Так Ну Что Наверное Давайте Уже Будем Слона Переводить Все Таки Слон Уже Под Боем Давайте Ладья Иг 8 Сыграем Явно Устал Играю Слабо И да Устал Может быть А Слабо Не знаю Может Быть И слабо Действительно Какая защита Наиболее Броноспособная Какая Я вот Французскую Играю Она мне Нравится А Какие Еще Могут Быть Это Такая Самая Крепкая Наверное Защита Так Ну Давайте Сюда Конь Подбоем Что Еще Можно Предложить Ф6 Ход Есть Конечно Давайте Без Ф6 Пока Сиграем Конь С4 А может Быть Конь Д2 Конь Е4 Как-то Слон Ф6 Есть Ход Давайте Слон Ф6 Если Если Так То Мы Можем Пробить Пробил И Пешка Давайте Сначала Проверим Королевский Гамбит Хороший Дебют Но Честно Говоря Наверное Мастер Класс Не Получится Сыграл Я его Мало Вот И И Достаточно Редко Ладно Давайте Так Да Тут Неудачно Разыграл Это Все Видите Мат Висел На Ж7 И На Взятие Теперь Придется Думать Сыграть Конечно Ж6 Конь Шах Король Отошел Аж 7 Так Ну Давайте Возьмем Сначала А Теперь Может Быть Просто Ферзь Д7 Да Теперь Д7 Если Конь Ж7 То Де3 То Еще Может Быть Нет Жертв И Атак Ну Вот Такой Сегодня День Атаки Есть А Жертв Нет Ну Ну вот Есть Атака Терзь Терзь Наверное Решать На Сайтах Различных Вот Хорошие Хорошо Подобранные Позиции Это Всегда Приятно Вот Ну По Эншпилю Надо Смотреть Да Вот Тут Выиграл Да Давайте Еще Попробуем Давайте Попробуем Повыше Рейтинг Взять Попробуем Acron Да И Закрытую Да Шерешевского Хорошо По Эншпилю Конечно Классическая Книжка Стратегии Эншпиля Кстати Интересно Что В Советском Союзе Вышла Книга В то время Еще Шерешевского И Слуцкого Контуры Эншпиля Первый том Формально Он там Был один Но Как оказалось Вот я Сравнительно Недавно Узнал Что на самом деле Это Этих тома Два А второй Был выпущен На английском Языке Вот И там Продолжение Тоже Очень много Интересных Структур И кто Интересуется То То Поищите Шерешевского И Слуцкого Том Номер Два На английском Языке Так Ну что Можно конечно Сыграть Конь А4 Конь А4 Да Давайте Конь А4 Там На С5 Подвиснет Денис Попов Пишет Как со мной Сыграть Ну как Сыграть Создавайте Вызов На Этом Сайте А вот Честно говоря Подробности Как создавать Вызов Я вам Не подскажу Потому что Сам особо Никогда Его не Создавал Так Давайте Так Ну и Вот такой Интересный Размен И Заедем Сюда Ланью Вот Вот Вам Эншпиль Видите Практически Практически Любой Серьезной Партии Да Если Дело Не Кончается Атакой На Короля То Все Может Свестись К Какому То Эншпиль Так Поехали Сюда Сюда Взял Забрал Да Аж 4 Где-то Надо Играть Так Ну Давайте Так Дебют Гроба Нет Уж Я Наверное Буду Играть То Что Я Обычно Играю Потому что Такие Экзотические Дебюты Тоже Небольшое Удовольствие Так Ну что На Д7 Я Прорываюсь Да Какую-то Какую-то Контр Игру Уже Имею Что Дальше Пешку То Я Потерял Можно Сыграть Слон Е4 Но Конь Е3 Ну Давайте Аж 4 Начнем Слон Под Ударом И Давайте Так И Аж 5 Снова Слон Под Ударом Но Теперь Он Уже Точно Не Под Ударом И Аж 5 Пошел Тут Я Хочу Все Пробить На Ж6 А Потом Поставить Мат Смотрите Тут Видимо Соперник Не Понял Моих Идей Я могу Пробить И Дальше Поставить Мат Так Хорошо Шажочек И Отошел Хотя Можно На Е6 Взять Ну Ка На Е6 Наверное Точнее Да На Е6 Ладя Ж3 А Нельзя Слон Ж6 Там же Ладя Ж3 Поэтому На Е6 Так Какая Ловушка В дебюте Которую Можно Использовать Против Новичков Так Ну Тут Мат Вообще Такая Ловушка Такая Ловушка Есть Много Очень Разных Ловушек Но Я бы Не Советовал Просто На Ловушках Строить Свою Игру Потому Что Иначе У вас Какой-то Будет Несолидный Дебютный Репертуар Вот Поэтому Играйте Те дебюты Которые Вам Нравятся Но Если Там Какие-то Есть Ловушки То Это Уже Тоже Приятно Так Вот тут Вот Вариант Алехина Да Или Олехина Так Взял Взял Да Чем Тут Кстати Брать Ферзем Давайте Ферзем Там Е5 Проведем Я тут Теорию Особо Не знаю А Вот Венчпиль Да Пошел Ну Давайте Венчпиль Так Слон 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 Давайте Сюда Слона И Вилка Вы Играйте Голландку Да Практически Все Виды Голландок А Именно Ленинградскую Систему Каменную Стену И И Также Играю Систему Ильина Женевского Позиция Выиграна Но Еще Нужно Довести До ума Я хочу Сыграть Ф6 И Слон Ж8 Видите Ф6 Не дает Сыграть С комфортом Хочет Сам Сыграть Е6 И Протаранить Давайте Так Пока Сыграю Ф6 Е6 Так Лучшая Ловушка Сделана Своими Руками Ну да Так Что Дальше Что Дальше Может быть Может быть А как Тут Сыграть Может быть Владе Д6 Конь Ф5 Да Конь Ф5 Неприятный Ход Кстати Давайте Тогда Наверное Сначала Так Сыграем Видите Какой-то Да Как-то Слона Моего Закрыл Здесь Соперник Но С другой Стороны И у Меня Есть Шансы Связанные С ходом Д6 То есть Б6 Если я Заберу То это Не то Давайте Так Попробуем А Тут Мат Мне Грозит Вообще Смотрите Как Коварно Соперник Действует Мне Грозит Мат Ужасно Разыграл Смотрите Слон На На Лечесе Играет Магнус Вообще Кто-нибудь Из элиты Тусит Ну Из элиты По-моему Тут Со Играл Но По-моему Там Какой-то Конфликт Дальше Возник Ввиду Того Что Со Обвинял Администрацию Лечес Что она Не следит За Читерами Ну И Вроде После Этого Со Там Уже Больше Не Играет Ну А Из элиты Ну Мастера Есть Гроз Да Как Петростян Говорил Если Соперник Хочет Разыграть Голландскую Защиту Главное Ему Не мешать Так И есть Так Ну Как же Мне тут Распутаться Видите Как слон Мой Завяз И Времени Меньше Неудачно Я совсем Разыграл Это Все Единственное У меня Есть Возможность Образовать Проходную На Королевском Фланге Вернее На Ферзь Может Быть Это Сыграет Какую-то Роль Так Что Дальше Если Я возьму Нет Брать Не нужно Он Хочется Играть Слон Е4 Да Слон Е4 Слон Е4 Ну Давайте Дальше Так Конь Конь Д5 В принципе Можно Конь Д5 Так Е6 То есть Е7 Е7 Пока Не Грозит Если Я возьму Это Тоже Не Грозит Так Роль С7 В принципе Можно Слона Выволочь Смотрите Я же Могу Сыграть Слон Ф7 Конь Туда Ф7 Конь Туда Я Отошел А Ну Давайте Так Конь Д6 И Слон Е8 Кажется Я Раскручиваюсь Видите Я вроде бы Как Раскрутился Теперь Слон Становится На С6 Размениваем Хотя Все равно Видите Как опасно Очень опасно Там Конь Такой У него Что Мало Не покажется Ну Давайте Так Наверное Я хочу На Е6 Пробить Хочу Пробить На Е6 А Он Мне Дает Это Сделать А Так Что Я Наверное Е6 Пробил И Что Ужас Какой То Да Тут Смотрим Дальше Смотрим Смотрим Так Убьет На А6 Ну Ка Так Зачем Этот Ход Был Непонятно Ах Надо было Просто Сразу Б2 Сыграть Да Тут Проиграл Видите Как Да Давайте Еще Попробуем Хороший Соперник Видите Идет На Игру Пробуем Привет Из Карелии Привет Да Нужно Потренироваться Все Таки Завтра Ответственный Турнир Ой Куда Я Поставил Владим Да Но Все Равно На С2 Защитил Защитил На С2 Тоже Какая То есть Польза От Чернопольник Да Но Все Рано Придется Ставить Сюда Теперь Слона Заводить И На Е4 Да Да Ужасно Конечно Такой Розыгрыш Значит Коня Нужно Заводить На Ф6 Так Вилочка Грозит Грозит Добрал Шах Так Ну что Две лишние пешки у соперника Да, если Видит стрим, то Слышит стрим, то все тоже Видит, это понятно Но Какие издержки производства Ладно, тут тоже проиграл Давайте еще одну партию И попробуем Как раз эту голландскую защиту Которой шла речь И попробуем систему Ильина Женевского Конь c3, ферзь h5 И e5 Брать на e5 нехорошо Ввиду fe А если он бьет еф, то лучше сыграть сразу Конь c6 Он думает, да? Так, взяли Тут есть сход слон f4 На слон d6, ферзь d1 Так, тут ферзь d1 нужно Если не найдет, то проиграет фигуру Да, сделал ход ферзь d1 И дальше, наверное, вот е8 Так, что еще Взял, взял, взял Взял, взял, взял Конь забрал Да, тут ход этот интересный Так Если я возьму Ладье и потом слоном То будет шах на d8 Если я возьму слоном Ну, давайте слоном А потом Если он возьмет То я сюда Туда Брал я там коня Этого никак не заберу Тогда давайте так Ну и дальше Можно слон e6 Пишет поровну Если он возьмет на c7 Да, то брать, конечно, его не обязательно Можно сыграть просто слон g4 Вывести слона И ладья c8 Конь d6 Да, но конь d6 мы возьмем на c7 Конь d6 ход есть Именно он будет на На d4 Так, так, так Ну что, наверное, придется играть Тогда ладья d8 Взял, взял Конь a7 Ну еще Давайте так Конь a7 Да Конь a7 Ну и что Теперь можно попробовать Зайти конем Конь b4 Теперь так Дальше Конь c2 И конь e3 Взял, взял Так, взял-взял Конь c2 Взял-взял И ладья d3 Ну давайте так Попробуем И можно сыграть Ладья d2 А если просто Конь h5 Сначала Конь h5 Давайте Конь h5 Сначала По младья d2 Если так То король сюда Да Если сюда То король g2 Хорошо Да, зачем же я сюда пошел? Король f2 То нет же Худа Ладья d2 Неаккуратно Так Теперь ладья d2 Зачем-то пустил Меня туда И коня бы поставить На e5 Потом на d3 Ну ладья сюда зашел Угрожая Ладья h1 Так Взял-взял Если я возьму здесь Он возьмет здесь Можно конь g4 Сначала сыграть Давайте конь g4 Правда конь g4 Конь бьет Наверное Лучше так И Например Вот так Так Шаг Отошел Пешку вперед Двигать надо Как-то Как-то Надо Как Как же ее двигать Как же ее двигать Так 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 Угу Да Не получается Смотрите как Упустил я пешку Совершенно Ну и сзади Я наконец-то Стал И вроде бы Даже ее Как-то И выиграл Эту пешку Опа Ах Не успел Я хотел Конь d2 Забрать И потом Да Не успеваю Не успеваю Ну давайте Ну раз Не идет Закрыто Попробуем Такой гамбит Сыграть Обычный Нет Не принимает Гамбит Видите Отказал Так Рокировочка Сюда Сюда Наверное d5 d5 Полная Разгрузка Но Есть какая-то Инициатива Шах Брал Оттуда Так Так Давайте Ладей e1 И d5 Так d5 Конь e5 Будет Худ Можно пробить Правда Да Конем Если Конем Если я возьму То взял Пешкой Потом Конь e5 Давайте Конь e5 Сразу Попробуем Так Взял И Например Если Ферзь g4 То Слон f6 Слон f6 Ладей d5 Конь e4 Попробовать Давайте Попробуем Конь e4 Есть Там Пару Идей Так Конь e4 Так 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 Ну Давайте Такой Трюк Придумаем Может быть Конь e6 Так Попробуем Там Правда Слон g5 Будет Неожиданный Дело В том Что Если Сыграть Кроль h8 То Будет Конь e5 И Может быть Даже Сразу Ферзь g6 Ферзь g4 Так Ну Давайте h4 Форточку Сделали Напали Перекрыли Да Перекрыли Ну В принципе Можно сыграть Так Сначала f5 Ход Есть Да f5 Есть f5 Ферзь g3 Слон Бьет Конь Бьет Ладья Бьет Такие Интересные Партии Бьем На g5 Футбол Пока У нас Не Начался Да Порту Eventus Так f5 Назад Размен Ферзи Это Интересно Интересно Ну давайте Разменяемся Забрали Ну и что Забрали Здесь Конечно Без Спешки Без Спешки Но Какие-то Какие-то Шансы Есть Можно Сыграть Ладья Если Ладья Е8 То Ладья Е8 Ладья Д7 Так Сразу Здесь Да Прикрыла Ладья Вот уже Кто-то Поддержал Мой канал И сейчас Мы Когда Закончим Эту партию Наверное Почитаем Что же Здесь Происходит Так Это Что Одна игра Один Донат Будете Играть Со Зрителем Какой У вас Разряд Тяжело Защитить Первый Разряд Буду Играть Со Зрителем Вот Видите Мне Не Только Донат Но И Подарочек В виде Зегнутой Фигуры Пришел Да Наверное Эту Закончу И Поиграем Со Зрителями Разряд У меня Кандидат Мастера Спорта Первый Разряд Ну Надо Стараться Что Первый Разряд Получить Так Да Ну Тут Две Связанные Не Оставляют Никаких Шансов Черным Честно Говоря Да Не Успевает Так Ну Давайте Со Зрителями Тогда Гросс 1 2 3 И Играем Со Зрителями Ну Вот Я Выбрал Зрителя А он Не Отвечает Там Давайте Еще Вверху Если что Я Донил Ну Ник Обнилатор Кажется Так Не принимают Что-то Зрители Вызовы Хотят Сыграть Но Не Принимают Так Давайте Алекс Кузнецов Костя И Так Далее Какой Мой Любимый Анекдот Так Вот Тут Не Отвечают Тоже Соперник Какой Мой Любимый Анекдот Так И Не Вспомнишь Так А Это Что Так Анализ 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 Не Нужен Сейчас Ну Такой Безобидный Анекдот Про Шахматы Наверное Уже С Длинной Бородой Играют Карпов И Каспаров И Карпов Проигрывает И Хочет Сделать Ничью И Смотрит В окно Там Бегает Собака И Спрашивают У Каспарова Гарри А чья Это Собака Бегает Во дворе Ну а Каспаров Гарри Ничья Ну а Карпов С радостью Отвечает Согласен Такой Безобидный Безобидный Анекдот Мне Он Нравится Так А Что У меня 1500 Это Какой-то Уникальный У нас Тут Уникальный Контроль Что Ли Я не могу Понять Какой Контроль Время Корреспонденц Нормально То есть Мы тут Можем По Одному Дню На ход Играть Да Ладно Но я думаю Мы как-то Будем Быстро Играть Выбирайте Пожалуйста С С Определенным Контролем Идеально Это 3 Плюс 2 3 Минуты 2 Секунды Добавление На ход Так Ну что Отошел Дальше Напомню Для тех Кто Ой Зевнул Слона Ладно А для тех Кто Зевнул Собирается Поддержать Канал Я не просто Так Собираю Деньги Да Себе Там На какие-то Нужды Я собираю На комплекты Шахмат Вот я Собирал Где-то Недельки 2 Полторы Назад На Доску Демонстрационную И доску Демонстрационную Я приобрел За ваши Фактически Финансовое Вложение Теперь В одной Из групп В которых Я веду Шахматы Есть Демонстрационная Доска Много Я зеваю Да Ну Если Много Зеваю Значит Так и Есть Много Я зеваю Да Зеваю Много Для того Рейтинга Который У меня Есть Сейчас Корреспондент Игра По переписке Да Фактически Вот Такой Корреспондент Так Давайте Может быть Как-то Е5 Что-ли Проведем Тут Конь А4 Есть Ход Да Пусть Будет Конь А4 Да Ну Е5 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 Ладно Давайте Так Пока Ну Ну Давайте Так Без Фигуры Конечно Это Все Смешно Но А Зевал Магнус Зевал Там Хороший Учитель Сам Проигрывает И других К этому Учит А вы Мне Найдите Учителя Который Сам Никогда Не Проигрывал Ну Учу Конечно Я Не Проигрывать А Играть В шахматы А Там Уж Как Получается У Кого Кто Выигрывает Кто Проигрывает Играют Партии Они Сами Так Ну Все Зависло Видите Такой Вот Корреспонденс Так Пешка Подвисла Да Ну Давайте Так Пойдем Да Странно Видите Контроль Сколько Тут Ждать Непонятно Да Ладно Давайте Я даже Не знаю Если меня Слышит Мой Соперник То Давайте Как Напишите Вы меня Слышите Видите Потому Что У меня ОБС Окажется Слетел Временно Все нормально Скажите Что там Со стримом Я вот Смотрю Вроде Либо Как Меня А Видим Да Прекрасно У меня ОБС Как-то Закапризничал И Ну Давайте Разменяемся Что здесь Было Так Конь Д4 Да Конь Д4 Отошел Сюда Вперед Д4 Давайте Пока Так Наверное Сыграем Все Работает Да Ну Прекрасно Энергокризис На Украине Да Так И Есть Так Ну Что Хочу Сыграть По-своему Опять Нервирует То Что Нет Времени Что Это Что Это За Контроль Никогда С таким Контролем Не играл Так Уже Пешечка Чуть Дальше Продвинулась Тут Уже Какие-то Идеи Появляются Так А Какие Появляются Тут Идеи Может Быть Сыграть Д4 Но Дальше Нет Все равно Коня Надо Ставить Куда-то На Активную Позицию Пожертвуем Пока На Н5 Может Что-то И Выгорит Из Этого Ну-ка 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 И Попробуем Так Сыграть Попробуем Так Сыграть Так Слон Ушел Что Можно Придумать Можно Сыграть Конечно Просто Пешкой Дэв Перед Да Ну Давайте Так Попробуем Туда Сюда Ну Давайте Раз уж Так Идет Сюда Туда Сюда Ну Ладно Рискнем Не знаю Что из этого Будет Но Пути Обратного Нет Сюда Туда Сюда Туда И Успел Значит Она Явно Нужна Король Ф6 Играть Тут Я На Б2 Если Сем То Это Будет Очень Опасно Так Конь С4 Конь Б2 Тут Конь Как-то Завис Немного Да Как Продвигаться Роль H4 G4 А я Хочу Конь C4 Конь Б2 Так Сюда Шах Отошел Ну Давайте Так Это Нормально То есть Если Конь Д7 То Я Могу Просто Сыграть Король Ж7 А Вот Так Да Но H7 Король Ж7 Поэтому Я Бью Я Бью И Иду А3 Там же Нет Возможности А Правда Тут Есть Такая Возможность Может быть Сыграть Конь Б2 Король H5 Конь Е6 И H7 Но Это Долго Это Долго Хотя Наверное Правильно Если Конь Е6 То Я Сыграю Король Ж6 А Если Нет 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 Это Не то Король Ж6 Шах Нет Кажется Это Не то В любом Случа Я должен Король Ж6 Играть Конь Е5 Нет Беру И Дальше Просто Пешку Двигаю А как Он Будет Ее Тормозить Не Понял Я Конь Б6 А3 Конь Е5 А3 Мой Конь На Б2 Обычно В таких Позициях Конь Стоит На Б2 Не Очень Хорошо Но Тут Он Защищает Все Подступы Так Ну Что Вперед Или Просто Можно Взять Ладно Давайте Вперед Не будем Терять Времени И Проскочила Моя Пешка Проскочила Моя Пешка Давайте Как Шаг Да Давайте Договоримся На Следующие Разы Что Все Таки 3 2 3 1 Можно Играть Ну И Что И Все Но Если Вызов Посылаете То Как То Надо Вот Теперь Александр Кузнецов Поехали Или Алексей Кузнецов Александр Кузнецов Ну Что Может Быть Тоже Голландскую Давайте Попробуем И Давайте Каменную Стену Каменную Стену Ну Тут Надо Сказать Этот Размен Он Я имею Ввиду Размен На Д5 Он Выгоден Все Таки Черный Потому Что Все Таки Слон У меня Здесь Становится Более Свободный На С8 Где-то Ф4 Двину И Уже Можно Развить Слона Так Взял Взял Но Это Похоже Зевок Пешки Так Что Дальше Фельд2 Фельд2 Ладья АЕ8 Ф4 Так Ф4 Ну Давайте Слон Д5 Поставлю Д5 Есть Конечно Ход АЕ8 Понятно Б5 Уже Сыграю Да Какие-то Зевки Пошли Какой У меня Был Разряд В 20 Лет Первый Первый Был Разряд Так Ну Наверное Буду Пешкой Абить А Вот Так Пытается Цепляться К этим Пешкам Соперник Но Что Можно Предпринять Может Быть Может Быть Может Быть Просто Ладья А8 Слон С8 Давайте Слон С8 Попробуем Слон С8 Ф4 Дальше Как-то Да Ф4 Сразу Ну Давайте Сначала Шах Дадим Проверочный Теперь Заберем И Проблемы Сразу Без Кучи Пешек Во Сколько Обычно Становится Первым Разрядом Кто Во Сколько Кто Может И в 6 Лет Стать Кто И в 26 Так Ну Обычно Обычно Имеется Ввиду Обычно Для Кого Для Чемпионов Мира Или Для Кого Надо Уточнять Так А давайте Вот так Вот Сыграем Это Наверное Будет Хороший Ход Я Хочу Пробить На Ф1 И Пробить На Ж2 А Если Король Ж1 То Та Ж Самая История Так Защита Это Грамотно Это Грамотно Если АС3 Пойду Если Я Пойду С3 Ферзь А2 Да Ну Ферзь А2 Это Слон Е6 И Слон Д5 Такой Перевод Скорее Всего Скорее Всего Это И Будет Так Взял Взял Ладья Е8 Ну Вроде Нормально Первый Разряд С нуля За год Это Реально Нет Мне Мне кажется Нереальным Ну Если Вдруг Кто-то Может быть Такой Супер Талантливый Мальчик Девочка Ребенок То Может Быть Если С тренером Ну Я же Говорю Что Если Если Действительно Вот Талант Какой-то Большой То Может Быть Без Большого Таланта Вряд Ли Сможешь За год Нуля На Первый Разряд Потянуть Ой Так Ну Что Давайте Просто Пешку Двинем Вперед И все И Пешки Самоход Пошли 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 Тут Даже Можно Отдать Все На Королевском Фланге Можно Б2 Просто Было Сразу Сыграть У меня Написано Интернет Платежи По карте Запрещены Что Это Такое Приват Банк Ну Там Приват 24 Вы Должны Зайти И У вас Возможно Есть Лимит На Интернет Ну Как Называется Интернет Лимит Да То То На Платежи В Интернете В Этот Случай Если Например Вы Не Дай Бог Карточку Потеряли И Кто-то Пытается И Воспользоваться Для Покупок Чего-то В Интернете Вам Там Надо В Приват 24 Разобраться Увеличить Этот Лимит И Тогда Все Должно Быть Ог По Большому Счету Так Так Интересный Ход Ферзь С2 Ладья Д1 Надо Будет Запомнить По Переводу Де Бьем Бьем Да Ну Давайте Возьмем Здесь Так Теперь Сюда Слон Ж3 Можно Стэмбом Да Слон Ж3 Брать Нужно Белая Поля Слабая Здесь Сразу Конь Заходит Туда На Белая Поля Ну Давайте Может быть Коня Поставим Я тут Не удастся Его на Е5 Поставить Ввиду Конь С4 Е5 Сразу Да Е5 И Конь С4 Так Хочет Сыграть Соперник Ну Давайте Тогда Ферз Б8 Сыграем Конь С4 Возможно Б5 Давайте Б5 Почему Не продолжал Потому Что Хочется Дать Шанс Всем Сыграть Мне Интереснее С С Различными Игроками Так Ну Что Бьем На А4 Можно Так Я хочу Побить На Е5 Я думаю Что Там Есть Возможность Пробить На Д6 Еще Так Если Я сыграю Конь С Е5 Конь Е5 А Конь же Уже Защищен Да Конь Нет В принципе Можно Пробить На Е5 Конь Е5 Конь Е5 Конь Е5 Взяли Взяли Вроде Нормально Давайте Попробуем Там Конечно Она А5 Подвиснет Но Это Такое Дело Кого Оставлять Коня Или Слона Если Я Слона Сюда Взял Взял Давайте Коня Ферзь Б7 Там Будет Какой То Ферзь Б7 Знать Как Ходит Конь Выиграть Турнир Без Разрядников Да Ну Действительно На Б2 Кстати Зависло Еще Зависло На Б2 Сергей Вовк Я Никогда Этим Не Пользовался Ну Я Летом Прошел Идентификацию На Различных Платежных Системах Тоже Никогда Не Пользовался Но Пришлось Ну Давайте На Б2 Наверное Треснем Что там Будет Что там Будет Ферзь А8 Есть Конечно Так Есть А8 Не Пошел А Пошел Именно Вот Сюда Да Ну Давайте На С3 Наверное Скушаем Конь Мой Не Подвисает На Е5 Он Защищен Ферзем Да Кажется Я На Три Пешки Больше Съел И Продолжаем На H3 Подвисло Наверное На H3 Надо Бить Шахов Никаких Нет Серьезных Я В общем Мат Хочу Поставить На F3 И Ну Как Защищаться Совсем Понятно Так Ну что Король G7 Король H7 Король G7 Да Король G7 Давайте Король G7 Если Знать Что Пешка Бьет На Проходе Бог Неразрядников Ну Да Можно Так Ловить Соперников Своих Ну Что Бьем Наверное И Просто Выигрываем Коневое Окончание Да Давайте Дальше Еще Кто Тут У Нас Еще Такой Соперник Арсен Серк Так А что У нас Футбольщик Идет Футбол Сейчас Посмотрим Порту Ивентус Но Ребята Если Кто Смотрит Кто Смотрит Бол Параллельно То Говорите О Потом Какой Счет Будем Освещать Параллельный Ход Так Обнулятор Да Не играл Еще с таким Соперником Соперником Давайте Так А это Что За Рейтинг То Вернее Временной Контроль 10 минут Да Но В принципе 10 минут Это Долго Посмотрим Так Порту Ивентус Пока По Нулям Севилья Лестер Раз Стримишь Купи себе Камеру На штативе Но Пока Нет Возможности Камеру На штативе Купить Макушка Видна Но Не знаю Порт Убьет Пятая Минута Да Ну Кто Не успел Зайти В игру То Следите Принимайте Вызовы Так Забрал Так А что У нас Тут Севильей Севильей Пока Наверное Тоже Нули Да Идет Первый Тайм Пока Нули Ой А что Это Такое Было Король Д1 Солнце А Я Перепутал Я думал Что Это Ход Мой В той Позиции А это Оказывается Ход Соперника Ну Ладно Ладно Играем Дальше Я Отдал Фигуру Мимо Да Пробили Мимо Но Будем Следить Так У меня тут Возникла Такая Идея Интересная Давайте Может быть Сейчас Небольшой Действительно Блиц Сеанс Разыграем Потому что Как-то Все Как-то Все Сейчас Неинтересно Я Зеваю И так Далее То есть Мне В принципе Для Дальнейших Баталий Завтра Не помешает Небольшая Встряска Поэтому Давайте Сделаем Так Тут Я Сдамся Вот Вот Те Все Которые Сейчас Запросили Челлендж Так Давайте Мы Сделаем Так Создать Сеанс И Сделаем Такой Небольшой Сеанс Вернее По времени Коротенький То есть Сделаем Так Создать Да Классические 20 Плюс 60 Ну Давайте Так Тут Поставим Не 20 А тут Поставим 5 Минут И Плюс Плюс 30 секунд На ход Да Теперь Дополнительное Время Сеанс Сеанс Давайте Я тогда Ставил Я тогда Ставил 60 Минут Тут Я поставлю 30 Минут И тут Сделаем Рэндом Ну и Белый И черный Все Подряд Вот такая Будет Игра Alone With My Retreatment From Chess Analytical Work Seems To Have Gone To Честно Говоря Не Смог Перевести Так И Кидаю Ссылочку Вот сюда А вы Принимайте И Поиграем Такой Сеанс Так Вот тут Уже Кто-то Есть Давайте Всех Приму 4 Пока У нас Пользователя 5 Пользователей Давайте Все Кто Вот это Посылал Мне Да Посылал Вызовы Давайте Все Сюда И По-быстрому Замутим Этот Сеанс Такой Незапланированный Но Я думаю Интересный Так Турнир Все Интереснее Чем Просто Какие-то Вот Такие Игры В очереди Да Так 18 Еще Будут Желающие Модификация 17 Да Все Больше Никто Похоже Нет Да Когда я ушел Шахмат Когда я ушел Из шахмат Моя аналитическая Работа Тоже ушла То есть Ботвинник Сожалел о том Что он бросил Практически шахматы Так Получается Да Так Да Ну Завтра Очень важный День Первый день Быстрых шахмат Чемпионат Области Поэтому Конечно Полезно Будет Ну что 18 Всего Да Всего 18 Человек До 20 Не Дотянули Точно Да Ну ладно 18 Так 18 Поехали Ну давайте Где-то Белыми Где-то Черными Так Будет Интереснее Интересно Какое Процентное Процентное Соотношение Белых И черных Наверное 50 На 50 Будет Да То есть Что-то Белыми Что-то Черными Да Ну это Интересно Да Да А нет Видите Подряд Две Белые Тоже Тут Еще Белые Так Ну давайте Еще Так Тут Тоже По второму Кругу Пошла Здесь Первые Так Здесь Тоже Первые Закрытую И 4 Так Конев 3 Кто еще Конев 3 Поехали Поехали Е6 Однообразие Дебютных Схем Так Закрытую Каракан Французская Каракан У них 3 Так Тут Скорее всего Разменный Будет Снова Сицилианка Ах Давайте Ну что Ферзевый Покрепче Так Ну давайте Заберем Реал Валентия Закончился Сразу К А я не знаю Тут можно Принимать Ну давайте Нет Все таки Давайте Закрытый Можно ли Тут принимать Сеанс Снова То есть Кто Попозже Подошел Попробуйте Ссылочку Я вот давал Тут ссылку Вверху На Сеанс Если вы Примите Эту ссылку То вы сможете Сыграть Со мной А ну-ка Попробуйте Скучно Почему Скучно Как раз Не скучно Так Ну давайте Так Сыграем Прусская Скорее всего Система Тараши Разменный Давайте Русскую То есть Вернее Испанскую Так 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 Слан Д3 Слан Д3 Так Ну Д4 Рокировка Где-то Сделана Что А нет Два Щелчка Последовала Так Беншпиль Ну давайте Конь Ну вернее Так Сыграем Только Смотреть Да Ну хорошо Смотреть Так Смотреть Испаночка Французская Так Меня удивили Уже Ходом Эти Давайте Коньце 4 То есть Коньце 6 Так H3 Д3 Д3 Попробуем Снова H3 Д3 Да Так Рокировка С5 А Нет Тут Д4 Так 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 Слон Е7 И Попробуем Конь Д7 Конь Ф6 Д3 С3 Все Все Бац Почему-то Играют Никто ДЦ Не сыграл Так Ага Давайте Слон Д3 Пойдем Конь Д6 Или Конь Ф6 Конь Ф6 Лучше Ну ДЦ Тут Сыграют Так Так Ну Конь Е2 И тут Вариант Амоса Берна Так Сон Д3 Ну Давайте Заберем Иц 5 Так 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 Сюда Взял Нет Это Плохо Вышел Вышел Отошел Защитился Вернее Брокировка И Ц5 Коня Поставлю На Ц6 Так Если Нет Тут Надо Брать Коня Другого Хода Нет СД4 Сон Е7 Так Взял Взял Если взять Потом Конь Ф6 То Здесь На Б7 Проблемы Да Ладно Давайте Так Сыграем Не знаю Теорию Точно Не Помню Ц3 Надо Сыграть Будет Так Ц6 Взял Ага Такой Профилактический Ход Да Ну Наконец Кто-то Сыграл ДЦ В Разменной Спанке Царя Удивлен Что Так Много Ходов Именно БЦ Так Сюда Давайте Сюда Пойдем Х6 Взял Так Ферзь Х5 Есть Ход Да Так Нев 3 И Давайте Просто Слон Д7 Локировка Т3 Он Е5 Ну И Что Рокировка Наверное Да Так Клон Е3 Попробуем Взял Кон Ж5 Попробуем А4 Добрал Шах ферзь d2 a4 ух ты, вилка забрал ну давайте слон же 4 снова так, слон f5, да, холл хороший что дальше? попробуем коня на c6 интересно и тут и там да, везде интересно а мне тоже интересно ведь нужно как-то разминаться разминаться нужно давайте просто a4, чтобы b5 сразу не было так, c5 ход конечно есть, но он такой обоюдоострый так сказать так, конь d7 что дальше? ну давайте a6, b5 собрал c3 так, b5 хочет, да, сыграть? b5, b5, b5 давайте ферзь d2 пока мне шахмат интереснее, чем футбол и зрелищнее ну прекрасно если так действительно для вас так, взяли-взяли так, взяли-взяли давайте f4 пока так, какой-нибудь d7 и, наверное, h4 двинем три нуля, да давайте так почему бакушку видно только, да потому что такая настройка камеры ну вот так можно играть, но мне так плохо очень видно доску потому что придется потом придется как-то ну давайте так попробуем так конь на h8, да так неудобно просто ну разве что вот как-то так так вот так, слон на b7 хочет выйти, да ага теперь с подбоем давайте так так, тут конь e5 это взяли, да на f2 и проблемы там будут какие-то давайте ракеремся ракернемся ух ты, какой смелый ход смотрите, g5 сразу так, а здесь тоже ну ладно, давайте эту трокировку веб-камера вроде недорогая да я, честно говоря, даже не занимался этим вопросом надо быть действительно просто как-то все время думал у меня же все-таки она встроенная поэтому вроде бы дополнительных капиталовложений быть не должно, по идее оно, видите, не так так, слон f4 слон b5 давайте так пойдем конь e7 так взяли, да ну давайте h3 на h4 g4 взял конь d2 ну что, взяли так теперь конь e4 есть ход 2, 2, и 8 давайте попробуем так, теперь fd2 не смотрю совсем на время потому что как-то больше увлечен позициями ну давайте ферзей разменяем все так что тут у нас конь d2 да, можно давайте конь d2 пока конь d2 и тут хокеровка так f5 слон b7 так f3 и забрал на c5 на камеру не задонатили да ну я на камеру пока и не собирал шахматы все-таки комплекты шахмат мне, честно говоря не для канала но для своей основной деятельности нужны больше так, ну что, ракернемся и ландюина e1 может быть зрителям я мало времени поставил потому что видите, я как-то играю в таком быстром темпе вроде бы как времени еще у меня хватает но зрителям не хватает видимо хотя может быть я не прав а если я сыграю слон g5 нет, слон g5 не надо давайте так так, слон вышел да, ну слон е3 попробуем касильяс и буфон буфонище тут не лицо надо смотреть а игру ну да я на это надеюсь что игра интереснее лица будет так что у нас с футбольщиком тут есть какие-то результаты пока вроде нули порту 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 c3 g4 ну давайте c3 наверное сыграем так здесь 2 0 пошел так порту по нулям а здесь так ну давайте аж 4 попробуем здесь тоже кажется нули а что если сыграть здесь f5 5 не проходит да f5 не проходит ни в каком виде давайте просто королем отойдем профилактический такой отход так ферзь отошел не захотел меняться аркировочка аркировочка ну что побьем команды делают 2 0 да короткую аркировку обе команды делают в каждом матче и и и и так аж лицо здравствуйте в начале и до свидания в конце ну да да так давайте так так ну вышел ланью ух интересная партия вот это я сегодня потратил много времени и на стрим и на все ну там такая интересная партия меня ждет я эншпиль люблю и вот там есть одна интересная партия из матча крамника против компьютера там там где встретился эншпиль с ферзи гамбита гамбита и мне честно это очень интересен так все технично было сделано почему музыки нет ну дело в том что не всякую музыку и вставишь вот я конечно этим еще делом не занимался какие там есть клипы без авторских прав это надо очень аккуратненько с этим делом потому что я кажется один из самых первых стримов своих просто приятную какую-то музыку вставил которую я обычно слушаю так когда играю в блиц ну а потом меня отключили мне отключили на нее монетизацию на этот ролик потому что на музыку были наложены авторские права вот севилья 1.0 а напишите кто забил за севилью так-так-так-так-так давайте опять сыграем севилья так шах да взял взял ну давайте разменяемся ферзами а потом пробьем на е5 просто включите ремикс запись стрима не сохраняйте нет ну запись стрима я буду сохранять в принципе там интересные партии есть можно будет их пересмотреть плюсы люди тоже смотрят поэтому 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 так ну давайте шажочек какой-то что дальше 3 0 да давайте 3 0 пойдем подравнивается чуть-чуть у нас уже время видите как идет ну давайте б5 это очень интересные очень интересные моменты вот Рюбинштейн очень умел играть вот эти окончания из ферзевого гамбита давайте так пока повырезайте нет мне честно говоря сейчас нет смысла заниматься этим всем вырезать что-то я и так много времени трачу на то чтобы очистить звук а уже там вырезать что-то вставлять это все это все не то не хватает времени просто на это все так ладно ого зачем подбой туда нет я сегодня хищный я на ничью согласен не буду потому что у меня затраважный турнир мне надо наиграться надо попытаться здесь выжать максимум так порту красная карточка интересно так что тут f5 по-прежнему не идет да давайте конь d1 и c3 есть такой ход есть такой ход что дальше конь d7 турнир это у нас сеанс одновременно игры спонтанного характера очень спонтанного характера так давайте e5 а бы коня в тут c4 поставить а давайте мы его можем конечно поставить может конь а4 да а4 взял взял да ферзь ладно давайте конь а4 может он тут не будет плохо стоять ну что пошел сюда взял взял давайте взял так кто-то кто-то идет в атаку там это приятно идут в атаку так это всегда хорошо так ладно сюда теперь слон вышел взял так тут хотят разменяться да ну давайте просто d4 по центру так тут не хотят наоборот меняться там е6 правда есть ход так а если я возьму он возьмет я взял да шах отошел теряю на d7 слона да теряю слона ну ладно чернопольник будет чернопольник должен быть так конь отошел ну что керсть наверное тоже отойдет давайте сюда рокировка взяли взяли так что тут уже тут уже в принципе тут уже в принципе ничего хорошего так давайте конь d2 персть отошел так а как же тут поддеть может f4 давайте так f4 попробуем поддеть ходом f4 так он идет на g3 так так ферзь 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 так вроде я хотел забрал туда ну давайте так где интерфейс для меня лучше наличие или на ческоме там в принципе везде хорошо и там и там но как-то в последнее время больше привык сюда но когда играешь на одном сервере то уже как-то привыкаешь и не хочется ничего менять вот и я сейчас привык отвыкать не хочется так сейчас все 18 партий играют и я уж не знаю вы сами как-то промониторьте потому что потому что не могу знать так конь g6 хороший ход теперь здесь взяли взяли да может быть подкрепиться подкрепиться ладно взяли так слон ушел да так ну что атакуем как-то атакуем так конь вышел и мой конь вышел сюда потом дальше шаг ладно пускай эта пешка на d6 остается слон h7 да там но сеанс спонтанный поэтому кто не кто не подключился прошу извинить так а c5 может быть давайте c5 сразу взяли взяли да взяли взяли теперь вышел и на коня поддавил да вниз я сюда взял взял сюда и хорошо получается и хорошо получается давайте пока так сыграем так ну что конь 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 может быть и 4 да давайте конь 4 попробуем тут наверное все таки d4 больше чем хотя f5 хотя f5 уже можно f5 взял взял давайте попробуем f5 один из таких коронных приемчиков сжатая поза так сжатые позы часто встречаются у меня поэтому так конь конь так так ну давайте так наверное конь отошел теперь c5 взяли брокировку сначала так конь конь отошел хотим на g3 да хорошо взяли взяли и открылась ладья конь d5 хода нет конь d7 так карточные игры не нравятся и покер в том числе шах ага да e6 вот этот ход я помню был был такой ход взял взял так ну что взяли и взяли там ну наверное надо брать так фирс d3 неожиданно смотрите подвисла ладья если отойти конем подвис слон то можем предпринять конь c1 да взяли взяли но это жертва качества так жертва качества жертва качества конь c1 другого хода просто нет c1 ладно давайте конь c1 и попробуем здесь шах король отошел давайте попробуем теперь взял теперь взял взял так ну ход пешкой теперь отошел но можно в принципе взять на g7 тут все просто и водя d8 а тут не все просто я бью пешкой никита лебедев здравствуйте здравствуйте там взял наверное нам не нужно давайте просто конем сюда так бьем да теперь конь f6 есть ход есть слон f6 ход но наверное слон f6 как-то получше будет слон f6 сразу давить на пешку сразу давить на пешку так f5 ход есть такой можно конь d5 можно пробить а потом конь d5 подержи один будет ход бить надо наверное так хорошо теперь мы выйдем слоном даже мы выйдем слоном на f6 надо слоном ходить на f6 так конь а тут что я зернул коня получается да тут похоже зернул коня просто так 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 туда взяли ладно пока до 4 тогда мат так он забрал дальше конь c4 взяли взяли и тоже тоже не то водя 6 ходить как-то смешно даже где а6 f6 тоже не то ладно давайте водя а6 раскрутимся так не хотят не хотят принимать ну тогда наверное давайте водя я один просто сыраем сюда так если бы меня перевести слона здесь давайте попробуем перевести слона так здесь я сыграю так это не то давайте просто попробуем а4 надвинуть ого как жестко а если я возьму здесь так водя сюда зашла e5 давайте так пока там e5 f5 так конь куда-то нас идет он на c7 идет ну давайте пока конь f8 сыграем ага сюда теперь можно попробовать ладьей на b8 водя бьет сюда давайте водя b8 попробуем так вот дальше можно сыграть просто так а потом ферзь h5 жертвы качества а вот этот ход да вот этот ход я недооценил ну так а что там будет я так я я я если я закрою нет брать надо надо теперь что теперь можно сыграть просто h6 да просто h6 что теперь теперь можно пробить на c5 при чем слоном при чем или конем так слон c5 пешка бьет набьем отошел собрали конь c5 конь c5 просто угрозы нет никакой давайте слон c5 все таки с угрозой ага напал сюда давайте пожертвуем ферзя ну и ферзь h5 ферзь h5 так бьем тут равная позиция так теперь шах на e6 можно дать шах на e6 шах на e6 то есть вернее не на e6 а на c4 да так и e5 я хотел сыграть так ну теперь жертва качества прошла надо просто грамотно здесь расставиться можно сыграть ферзь то есть слон h6 да это наверное лучше так вот мне кто-то советовал может быть даже тот кто слушает сейчас смотрит стрим фильм interstellar вот я вчера посмотрел такой неплохой неплохой фильм длинный конечно такой а фильм но захватывающий так конь 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 давайте пока сюда конь дана ферзь ферзь отошел теперь можно пробить но нужно ли пробивать наверное не нужно просто сыграем так ферзи 33 можно в принципе сыграть так пока перебазировать коня да что-то с конем этим напутал взяли 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 давайте так что интерстеллар нет но почему мне понравился фильм так ну что тут что тут а мой ход смотрите как интересно что там нового ферзя что ли будут ставить непонятно если я возьму ну давайте попробуем если я возьму на е7 что там будет в конце так прибытие фильм 2016 года посмотрим давайте так пока сюда а кони в 7 же был ход зачем я туда пошел кони в 7 ну ладно давайте накатим чуть-чуть и забрал но у меня большой материальный перевес в этой позиции так взяли взяли да взяли взяли ну шажочек наверное сначала так теперь ладью 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 сюда так как-то коня выбить нужно можно пойти c4 попробовать или побить 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 наверное нужно все-таки бить так ну давайте назад шесть аж аж 3 ход да же 3 ход был сделан аж что можно сыграть ферзю ну давайте ферзю и что дальше конь конь под боем значит нужно отходить сюда и слон h6 где-то может быть так теперь тут слон выпрыгнул теперь шаг зачем нам шаг коню всем был ход и здесь есть ага вот такой ход да сделан если я сыграю просто слон бьет то c2 c2 опасно можно пойти конь c3 а ну как конь c3 ферзь бьет ферзь бьет слон бьет пешка бьет ладья вышла нет тут кажется я проигрываю много материала да ну давайте так так если я возьму он возьмет то шаг так теперь что теперь можно отвлечь там правда черные поля провиснут если е5 то конь f5 конь f5 е4 это все неприятно теперь f7 хода нет теперь f7 хода нет может быть просто конь нет конь конь не то может быть конь на d6 вот так перевести да конь сюда потом ладья c1 ладья c1 и конь d6 пробуем так дальше то дальше ну дальше наверное так пока теперь перс вышел так f5 так 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 Ух ты Теряю слона что ли Похоже теряю слона Конечно теряю слона Ладно Тогда давайте так А потом конь c5 Сюда и конь c5 попробуем Так взял взял и напал Давайте испортим пешки Так это что у нас был Ход король h7 Взяли взяли Грозит взятие Поэтому надо брать Так конь отошел И наверное тут уже c5 пора Так рокировочка А если я возьму Ну-ка Теперь c5 да Так конь отошел Наконец то я раскрутился в этой позиции Кажется мне Наверное так и есть Так что тут Что тут Конь g5 конь e6 да Конь g5 конь e6 Так Ферзь Зашел ферзь А мы можем его огорчить ходом Конь f3 да Наверное Так Хотят забрать Хотят забрать Сейчас я возьму А потом Так Что ж ходить Полезный ход какой-то надо сделать А полезного хода нету Ладно давайте побьем просто Да c2 Что дальше Может быть забрать Поставил еще одного ферзя Так 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 А давайте заберем Может быть Канал надо рекламировать Придет время Буду рекламировать Зрители всегда будут спрашивать Тот кто хочет действительно найти Тот находит А спрашивать Это самый простой фактически метод Да не так надо было Ладно А что если ферзь d4 просто Если тут взять то шаг А если ферзь d4 Давайте попробуем ферзь d4 Правда ферзь d4 Ладья d4 может быть Если ладья d4 То пробил пешкой Ферзь d4 Конечно Эншпиль тут такой странный Если он будет Давайте ладью сюда Подтянем Так Теперь напал Да Ну давайте опять пока Так Тут все В размен пошло Так Забрал Теперь конь c5 Конь c5 Сюда Так Так Давайте сюда Ну что Бьем Бьем Да Так Что дальше Ну давайте пока так Сыграем Так Ладья b8 Ага На размен Да На размен Давайте на размен Теперь вышел Конь c4 Не то Опять та же самая ситуация Видите Разменяли ладьи Но похоже То же самое Получается Так Пешкой Да Наверное Или Может быть Конем И там слон подвисит Но правда будет Солнце 4 Солнце 4 Лучше пешкой Так Теперь Что теперь Теперь конь Е3 Попробовать Ага Два ферзя Ну давайте подумаем Скорее всего Проиграл конечно А может быть И нет Если я выпрыгну Все Так Да Получается Так А если сыграть Просто Ф6 Или слон Д4 Слон Д4 Ну давайте Слон Д4 Попробуем Может быть Слон Е5 Чтобы под Защитой Был Да Слон Е5 Слон Ф6 Ф6 Давайте Слон Попробуем Так Конь Д6 Ага Ну тут все Разменивается Видите Простая игра Здесь Так Взяли Взяли Ладно Давайте Сюда Так Что тут Можно конечно Сыграть Ф6 Но наверное Это не то Взяли Взяли Можно сыграть Владец С1 Ну давайте Владец С1 Сразу Наверное Нападем Будем смотреть На реакцию Соперника Так Уже Один мат Был Был Но Это пока Еще не Предел Надо Как-то Скрутиться Все же Может быть Владец Д3 Конь На С5 Идет Да Конь Идет На С5 Ну давайте Коня На Д5 Поставим Шах Так 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 Ну что Ферзь С5 Конь Д3 Да То Ферзь Давайте Ферзь Ж5 Пойдем Ладью Не потерять На Вдвойном То есть На Вскрытом Шахе Конь Е Конь С4 Потом Туда Так А если Я вот так Сыграю Потом Конь С4 Да Это Наверное Шанс Перекрутиться Так С4 Ну давайте Пока Наверное Рокировку Сделаем Чтоб Подальше Связок Не было Так Взял Так Что Тут Можно Взять Ну а Можно Отойти Так Взяли Взяли Можно Пойти Просто Водя Д7 5 Давайте Водя Водя Д1 Так Что Тут Можно Побить Или Здесь Давайте Тут Побьем Водя С1 Так Ага Если Я возьму То Это Не то Так С4 С4 Наверное Да Давайте С4 Попробуем Так Что Дальше Что Дальше Ну давайте Так Попробуем Это Интересная Партия Завязывается Так Тут Унистики Две Пешки А Шажок Есть Но Это Наверное Не страшно Ему Ж 6 Сыграть И Ничего Страшного Нет А правда Там Конь В3 Так Тут Тоже Пока Все Нормально Давайте В4 Да Тут Тоже Нас Пытаются Огорчить Ага Взяли Здесь Но Водя Д1 Вернее Водя В8 Есть Если Так То Водя Зашла Давайте Так Пока Забрал Здесь Теперь Е5 Или Ладья С8 Ладья С8 Нужнее Ход Так Ну что Бьем 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 Ну как-то Нехороший Тут слон Честно Говоря Ладно Давайте По черным Полям Проседаем Но Все же Так Как у нас На коне Е6 Просто Бьем Здесь Коне Е6 Кстати Интересно Если Там Взять То Потом Просто Король Отошел Если Взял Давайте Коне Е6 Попробуем Так Что Тут Если Взять Здесь Ладно Давайте Возьмем Просто Тут И Этого Будет Достаточно Да Вот Коне В3 Этот Коне В3 Если Ферзь С5 То Тогда Ферзь Ф4 Неприятный Ход Ф4 Неприятный Ход И я Одновременно Их не защищу Да Получается Одновременно Защитить Не удастся А какие Еще Ходы Есть Ход Конечно Ферзь Давайте Ферзь Х6 Так Ну что дальше Может быть Конь Е5 Да Здесь Конь Е5 Пошел И Что И Может Быть Тогда Перс А1 Так В некоторых Партиях Уже Даже У меня Меньше Времени Чем Соперника Так Попробуем Пока Так Сыграть Сюда Ага Ладья Бьет Ладья Бьет Ну давайте Тогда Защитим Эту Ладью Пройдет Это Так Взяли Взяли Забрал Пешкой Так Отошел Так 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 Ну давайте Может быть Б4 Забрал Забрал Теперь Забрал Сюда Так Так Ага Ну что Теперь Забрал Сюда Да Ну и Взяли 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 Давайте Так Перетошли Например Сюда Так Взяли Взяли Давайте Сюда Забрал Так Слон Д6 Да Ход Есть Слон Д6 Как Слон Д6 Спасаться Непонятно Слон Д6 Не спасешься От этого Хода Ладно Тогда будем Атаковать Пешку На Б2 Пробовать Это Делать И Пойдем Наверное Так Собрал Так Вот теперь Теперь Ладья Бьет А там G5 Да G5 Неприятно Поэтому Наверное Сначала Шах Так Вперед Пошли Он Забрал Если Я Заберу А потом Заберу На D7 Давайте Так Попробуем Так Тут Е5 Ход Есть Е5 Взяли Взяли Ладно Пока Давайте Разменяемся Шах Так Можно Сыграть Король H2 Король H2 Тогда Ферзи H2 Если Король Так Ну Давайте Тогда Король Так Так Забрал Так А что Здесь Тут Наверное Бить Надо Так Тут Тут Бить Не Обязательно Давайте Побьем Здесь Сначала Теперь Здесь Бьем Так Ладья У нас Заходит Да Я Заходит Взял Так Отошел А если Я заберу Шах Подошел Так Ладья Д7 Да Ладья Д7 И Конь Д3 Так Ладья С8 Есть Вариант Такой Да Ну Давайте Так Заберем И Сюда Шах Мат Два Хода Да А Ну Да Да Тут Действительно Мат Поэтому Я тут Сдаюсь Спасибо За Игру Так Ну Наверное Так Сыграем Так Тут У нас Тоже Проблем Одна Одна Большая Проблема Ввиду Того Что На G7 Провисит Ну Давайте Наверное Тогда Просто Так Что Ли Так Рокировка Подвели Дальше На слона На слона На D5 Ставить На D5 Так Теперь Самый центр На E6 И вилка Будет Взял G5 Ж5 Доход Есть Ладно Давайте Так Пока Так 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 Тут Что Тут Как Бы Как Бы На D4 Не Прозевать Да Давайте Так Пойдем Так Давайте Шажучий Сделаем Ну Вот Костя Тут Радуется Что У меня Выиграл Вчера Был С ним Диалог Насчет Взаимного Пиара Групп Я думаю Что Этот Диалог Я могу Вынести На суд Общественности Пока У нас Группы И с ним И моя Группа И его Группа Маленькие Очень И взаимный Пиар Тут Совершенно Никуда Не годится Ну Я напишу Подписывайтесь На его Группу Он Подпишется Напишет Подпишитесь На мою Группу Какой Смысл Я в этом Совершенно Не вижу Мне Тоже Многие Начинающие Молодые Очень Ютуберы Писали Вот Давайте Какой-то Там Совместный Стрим Сделаем Еще Что Но Проблема В чем В том Что Надо На ютубе Работать Снимите Какие-то Видео Дело Не в том Кто У кого Выиграл Снимите Видео Какие-то Качественные Посмотрите Какие Видео Делают Другие Ютуберы Что Можно было Презентовать Это Все А просто Говорить Давайте Подпишемся На группу Или Как-то Пишут Взаимная Подписка Это Просто Честно Говоря Бред С моей Точки Зрения Поэтому Самое Главное Надо Чтобы Не знаю Какая-то Своя Авторская Программа Методика Что То Что Отличает Вас От Других И Тогда Можно Будет Вас Узнавать По Этому Контенту Что То Думать А Просто Так Подписываться Какой Смысл Мысли Какая Должна Быть Поэтому Костя Такие Дела Выиграть У меня Не Проблема Проблема В том Что Вы Должны Работать Клепать Ролики Буквально Новый ролик Снимаю Иногда По Два Бывает Иногда По Три В каждом Ролике Пытаюсь Какую-то Мысль Донести Что-то Интересное Создать Вот А просто Так Пиарить Пиарить Что Никого Смысла Не Будет Но Напишу Я Там Подписывайтесь На Его Группу Он Напишет Подписывайтесь На Это Это Такое Дело То есть Можно Снимать Высококачественные Ролики Вот Я Снимал По Чизбейзу Видео По Чизбейзу Снимал Видео Все Лето Там Можно Сказать Парился И Результат Никакого Не было Потому Что Действительно Людям Только Некоторым Интересно Это Все То Что Я Снимал Так Тут Я Тоже Сдам С Без Фигуры Без Вопроса Вот А потом Оказывается Что Более Интересно Более Получительно Это Какие Обзоры Да Вот Как Я Сейчас Снимаю Ну Вот Такие Нужно Видео И Делать Вот А Просто Просто Так Подписаться Это Можно Но Смысл Так Шажочек Есть Давайте Шажочек Сделаем Так Собрали Ну Что Все Так Три Пешки У Меня Мат Бенеземной Ой Бо Не Зевнуть Мат Шажок Шажок Да Может Быть Ферзя Вывести Давайте Так Честно Говоря Видите Уже Уже Времени Совсем Нет Я Уже Во Многих Партиях Просто Просто По Времени Сейчас Начну Лететь Давайте Отойдем Давайте Сюда Так Тут Тут Эншпиль Так Тут Шахи Шахи Маты Те же Наши Шахи Маты Давайте Сюда На ничью Не похоже Хотя Пешку Теряю Ну Что ж Такое И там Пешку Теряю Так Аладита Нет Здесь Чтобы Атаковать Давайте Задвинем Потому 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 Что Все Так Эти Все Размены Так Конь Стремится Туда Куда И Нужно Да Ладно Давайте Тогда Все Так Сделаем Проходную Что Дальше Что Дальше Давайте Так Наверное Мало Времени Видите Так Ж3 Ходить Нельзя Но Ф4 Ход Есть Давайте Ф4 Попробуем Так Пошла Пишечка 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 Давайте F5 Может быть Пошла Пишечка Шаг Отошел Давайте Тогда Наверное Так Пойдем Да Взял Взял Это Не то Ф4 Пока Наверное Тоже Не то Ладно Пока Пишки Надвигаем Так Атакуют Нас Здесь А мы Можем Атаковать Там Хотя Лучше Наверное Так Так Пешку Зеванул Что Дальше 3 на 2 Так Выходим Да Выходим Ладно Давайте Ж4 Чтобы Мата Не было Так 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 Взял Он Взял А Я тут Прозевал Получается Коня Да Похоже Тут Прозевал Коня Ладно Пешку Забрал Ух ты Смотрите Какой Шах Интересный Забрали Так Что Если взять Здесь Давайте Здесь Возьмем Пока Там Ферзь Е6 Да Ферзь Е6 Видимо Придется Забить Так Сюда Сюда Так Так Ну Давайте Наверное Так Ага Шах Отошел Так Так Забрал Забрал Да Что Делать Владейник Владейник Угу Отошел Угу Так Брать Здесь Я не могу Е3 Давайте Д4 Пока Так Пешку Вперед Да Пешку Вперед Теперь Взял 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 Наверное Пришло Время Уже Бить Взял Так Угу Угу Да Ну тут Тут Конечно Трудно Очень Видите Очень Много Партий И Трудно Сразу Сориентироваться Взял Так Короля Нужно Подтягивать Что Дальше Давайте Форточку Сделаем Взял Взял Ничью Ну давайте Ничью Разгрузимся Немножко Так Сюда Сюда Ух ты Смотрите Какой подарок Я не ожидал Такого подарка Пешка Пешка пошла Вперед Забрал 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 Ладно Рискнем Не знаю Что это будет Что-то должно быть Так Слон Аж 4 Да Аж 4 Как-то Подвисло Все Слон Аж 4 Сюда Так Если я пойду Конь в 4 Забрал Забрал Да Конь с этой Наверное Лучше Тут Коневая Пляска Будет Так Ну пошел Королем Так Что дальше Что же дальше Ладно Может быть А там Шах А неприятный ход Неприятный ход А если я Например Вот так Пойду Так Ж 4 Ну что Давайте Наверное Так Пока 30 Секунд На ход Да 30 Секунд На ход Так 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 Тут я даже Может и поиграю Так С этой стороны Зашел Сюда Пошел Ух ты Да Зевнул я Эту тактику Зевнул Ладно Давайте Сюда Теперь Пошел Вперед Забрал Так Шах Так Король Под боем Отошел Теперь Шах А ну тут Наверное Мат уже Да Если сюда То мат Значит Остается Один Код Тут Промежуточный Хотя Он вряд ли Поможет Так Брать Нельзя Поэтому Отошел Назад Так Сюда Что дальше Конь 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 Ну тут Похоже на Ничью Конечно Что тут Может быть Сыграть Конь Ж5 Забрал Потом Сюда Так Что дальше Может быть Взять Тогда Он Возьмем Да Ух ты Запутался Я тут Смотрите Запутался Так Сюда Ладно Без Качества Вперед Так 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 Сюда Да Тут Похоже Мат Ставит Да Тут Проиграл Идем Дальше Сюда А нет Тут Надо Было Наверное С4 Играть Так Давайте Дб4 Пойдем И Ага Тут Совсем Разрушают Все Разрушают Ладно Идем На встречу Так Так Ну что Бью Бить Надо Шах Шах Давайте Так Так Пешка Туда Да Пешка Туда Какие Тут Объекты Атаки Есть Ну давайте Так Наверное Ага Тут Видимо Видимо Не то Давайте Так Ну я Проник Смотрите Это Ничейный Был Эншпиль Но Почему То Дал Соперник Невозможность Его Выиграть Так Конь 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 Ж5 Так Взял Взял Ну ладно Давайте Попробуем Может Владя Д8 Что-то Будет Там Ух ты Шах Ну так Тут Все Прекрасно Так 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 Взял Отошел Сюда Ну Давайте Наверное А тут Еще Надо Аккуратно Потому Что Если Так Зажмут Давайте Так И Ландю Забрал Тут Конечно Разноцвет Забрал Так Это Грамотное Решение Да Тяжело Конечно Будет Реализовать Но Надо Пробовать Так Король Сюда Отошел Шахов Нет Хороших Давайте Еще Один Шаг Дадим Зашел Владю Ух ты Шах Но Тут Вечного Шаха К сожалению Нет Да Нет Там Вечного Шаха Тоже Видимо Придется Сдаться Ну А Здесь Не Будем Сдаваться Здесь Просто Поиграем Может Быть Даже И На Победу Так Вот Туда Тут Конечно Не То Здесь Так И Пошел По Центру Так Ну Давайте Что Мы Можем Придумать Конем 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 Куда Ж Конем Конем Конь Ц5 Давайте Конь Ц5 Конь Ж4 Это Не То Конь Ж4 Это Не То Давайте Чтобы Было То Сыграем Пока Так Так Тут 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 Пока Так Сыграем На Ничью Смахивает Но На Самом Деле Надо Как То Искать Выигрыш Потому Что Ферзь 5 Есть Ход Да Ферзь 5 Давайте Ферзь 5 Король Отошел Да И Похоже Это Все То Если Я беру То Там Мата Если Я Шах То Отошел Да Тут Тоже Проиграл Чего Идем Дальше Король Зашел Ну Давайте Вперед Забрал Так Отрезали По Последней Это Грамотное Решение Так Давайте Шах Дадим Так Теперь Конь Ж4 Нет Хода Конь Ж4 Хода Нет Ну Давайте Так Пока И Да Наверное Так Хочет Взять Ну А мы Наверное Вот Сюда Так Пошли Вперед Так Теперь Зашел Так Берем Так 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 Шах Отошел Теперь Есть Наверное Как же Я хотел Теперь В3 Ж5 Отошел Так Ладно Не будем Тянуть Время Тут Еще Можно Поиграть Конь Ц5 Так Подошел Король Давайте Сюда И Пошла Пешка Так Слоник Слоник Кто Нам Скажет Слоник Слоник Ничего Не Скажет Можно Королем Подвести Так Теперь Забрал И Он Если Забрал То Шах Да Забрал Забрал Ну Давайте Вперед Пешку Так А что Будет Если Я Сыграю Просто Так Сюда Вон Сюда И Сюда Или Сюда Сначала Ну Давайте Сюда Ого Вот Это Интересно Вот Это Уже Интересно Так А Если Я Сюда Давайте Королем Подзащитимся Ага Вот Так Да Вот Так Топ Теряю Тоже Материал Как же Так Я Заигрался До Этого Всего Сюда Сюда Ладно Давайте Тогда Так Посмотрим Что Будет Конь Сюда Вышел Да Защитился Ух ты Вот Времени Совсем Нет Смотрите Пока Я Тут Все Играю Там Там В Выигранной Позиции Время Кончается Бьем 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 Наверное Что-то Будет Обостряется Ситуация Пошел Вперед Так Забрал Конечно Прозевал Много Чего Если Я дам Шах А если Я Вот Так Сыграю Так Вилочка 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 Это У нас Будет Но Потом Шах Шах Так Отошел Сюда Забрал Забрал Так Шах Забрал Так Ну что Может быть Ладья А6 Тогда Давайте Ладья А6 Наверное Так Куда Идет Конь Это Большой Секрет А может Быть Тогда Так Сыграть Попростить Чуть Чуть Побрал Так Ого Ах Может быть Забрал Забрал Конь Сюда Конь Туда Да Конь Сюда Отошел Взял Взял Тоже Не получается Ладно Тут Конечно Скорее Сего Тоже Проиграно Так Что Дальше Пошла Пешка Вперед Ну Ну Давайте Пока Так Сыграем Как Же Здесь Мод Поставить Если Я Сюда То Он Забрал Здесь Да Да Шах Сюда А Давайте Рискнем Так Можно Брать Здесь Он Взял Я Отошел Он Взял Я Пошел Он Отошел Я Туда Сюда Туда Сюда Я Успеваю Так Теперь Шах И Конь Б3 Да На этом На этом Все держится Есть Все-таки Тут Возможности Побороться Так И Кстати Бить Не надо Надо Отходить Вот На это Я Рассчитывал Не знаю Кто тут Кого Замотует Король Король Сюда Забрал Туда Так 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 Ну что Давайте Может быть Так Пойдем Ладно Защитим Пешку Так Под боем Пешка Вперед Сюда Забрал Так Теперь Вышел Да Нужно Выходить Шах Отошел Там же Наш 5 Шах Может быть Сюда Он Туда Я Сюда Он Туда Я Сюда Давайте Сюда Это Тоже Опасно Так Король Отошел Пошел Вперед Сюда Так Тут Ничью Предлагает Ну Давайте Ничью Тоже Так Взял Взял Да Ну Давайте Поиграем Пешечник Так Что Теперь Что Теперь Так Так Ну Давайте Наверное Как-то Туда Что Ли Ага Ну Тут Бумат Не Получи Что Что Я Тут Могу Наиграть Кто Никто Не Сделал Хода Ага Теперь Ну Давайте Так Пойду Что Тут Пешки Теряются Просто Ух Так Это Хороший Ход Пошел Ну Давайте Пока Будем Блокировать Просто Пошел Вперед Защитился Так Шах Вперед Вперед Забрал Так Ну Это Самый Точный Ход В этой Позиции Ой-ой-ой Бьют Нас Точно Сюда Туда Сюда Если Я Так Пойду Он Сюда Сюда Туда Сюда Туда Сюда Туда Сюда Не знаю Не знаю Может быть И так Так Ну Что Шажочек Будет Или Нет Ладно Подтянем Короля Сначала Смахивает На Ничью Конечно Ну Что Аж Четыре Нет Ну Тут По-моему Выиграно Подождите Что По-моему Выиграно Все Так Так Коня Так Ну Давайте Сюда Хорошая Тренировочка В любом Случае Как бы Не Закончился Этот Сеанс Но Тренировочка Прекрасная Перед Завтрашним Турниром Быстрые Такие Ходы Нужно Делать Так 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 Ну Что Ну Шажок Наверное Дадим Так Ну Все Ферзя Поставил Д1 Захват Оппозиции Шаг Шаг У нас Давайте Наверное Шаг Дадим Еще Шаг Завтрашний Турнир Чемпионат Области По быстрым Шахматам Ладно Держим Да Держим Ювы 1-0 Но Это Сейчас Уже Меня Наверное Не очень Интересует Потому Что Время Время Так А Если Я сюда Так Конь Ац 2 Забрал Забрал Тут Какие-то Шансы Появляются На ничью Так Ну Что Похоже Если Я так Сыграю То Наверное Повторение Да Там же Опасно Вообще Там Что-то Есть Если Я Сыграю Ферзи 3 Шах Король Отошел Шах Король Отошел Шах Отошел Ферзи 5 Да Ферзи 5 Наверное Не опасно Ну Давайте Попробуем Сюда Да Тут Конечно Я Упустил Где-то А Ну Тут Мат Есть Тут Мат Ну А теперь Обход Нет Тут Наверное Надо было Как-то Король Е5 Играть Так А что Тут Что Тут Может быть Тогда Пешку Вперед Так Конь С2 Это Правильно Что Бить Надо Бить Надо А потом Мы должны Сыграть Как-то Король С3 Что Ли Давайте Король С3 Пока Так Удачки Спасибо Спасибо Сюда Так Он Пойдет Будем Защищаться Так Конечно Без Двух Тут Тяжело Очень Даже Тяжело Так Тут Слон Ф7 Будет Ход Да Слон Ф7 Ход Ну Давайте Пока Так Сыграем Может Быть Так Шаг Отошел Скорее Всего Вечный Шаг Здесь Так 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 Ну Защищать Надо Пешку Так Заходите На мой Стрим Пишет Татьяна Троянова Да Хорошо Зайдем Онлайн Или Офлайн Офлайн Чемпионат Чемпионат Области Как обычно У нас Проходит Наш Турнир Областной Так Ну тут Похоже На ничью Ага Король Заходит Да Похоже Тут Конечно Я не Отобьюсь Потому что Плотно Очень Заходит Король И Ничего Не Получается Да Пешка Еще На А6 Теряется Да Зашел Ну ладно Такие Партии Тоже Бывают Да Тут Сдаюсь Потому что Все Таки Не Получилось Ничего Какой-то Трюк Я Показал Но Не Более Так Что Еще Что У нас По Партиям Одна Партия Только Еще Осталась Какой Там Результат Наверное 50 на 50 Нет Я Не Мастер Только Кандидат Мастера Спорта Шах Так А если Я сюда Залезу А можно Залезть Сюда Мини Турнир Среди Зрителей Мини Турнир Так 2 2 2 2 Партия В одной Уже Все Решено А здесь Скорее Все Ничья Так Севилья Лестер Шах Если Я дам Роль Отойдет Да Давайте Дадим Проверочный Шах Конечно Ниха Нельзя Ходить На Б5 Из-за Мата А, Сивилия Лестер 2-1 Сивилия Лестер 2-1 Ну что, тут наверное уже все Да, там сдался соперник, осталась последняя партия Ну, скорее всего, ничья Но не знаю Так, картошок Давайте на черное На черное поле поставим Единственное, после ладья F2 нельзя ходить в C3 Потому что будет мат на A2 Поэтому надо C4 будет ходить Так, как же закончится-то, а? Может быть C4 сразу, тогда он побьет Ну, давайте пока C3 пойдем Там посмотрим И с ладья F2, то тогда просто Просто C4 Ну, или можно Нет, но B5, наверное, нельзя Там ладья A2 и ладья B2 А, вот так Вот интересный ход Интересный ход И зайти на вторую линию, да? На вторую линию пока не получается зайти Потому что Давайте королем выбежем из этой опасной позиции Потому что все-таки Играли с Амариемы Кто-то, кто кого Мы на Чискове с ним играли Летом, кажется У него там как раз ник такой Макс Лето Ну и В основном я его Но не с большим С небольшим преимуществом Ну, то есть примерно на равных Там даже, по-моему, где-то партии у меня есть Сыгранные в том матче Где-то очень далеко Ну, похоже, ничья, конечно Если пешку удастся разменять То будет ничья Так Хорошая черных стойка Но она больше ничьей не дает пока А я просто хочу подойти королем на Е3 Ага Короля на Е3 не пускает Не пускает Ну, давайте тогда отойдем Так Пошел В Днепре Турнир Завтра в 17.00 Будет областной чемпионат по быстрым шахматам Это первый из двух дней этого турнира С обсчетом международного рейтинга Ладно, давайте ничью Кто у нас тут с этим турниром Да, ну, такие достаточно плачевные результаты Девять побед Четыре ничьих И пять поражений Ну, все поражения по делу Да Тут мне понравилась партия с двумя ферзями Вот это одно поражение Потом вот тут я тоже Вечных шах не поставил Все-таки Пешка сильная Тут я проиграл окончание Здесь тоже без фигуры И там еще где-то было без слона у меня Это я помню без слона остался Да Нет, там мастерской нормы нету Поэтому просто на рейтинг Где будет проходить В шахматном клубе На Дзержинского Так, вот такие результаты сегодня этого стрима Я думаю, что все, кто играл в турнире Вернее, в сеансе вам понравилось И будем заканчивать Севилья выигрывает 2-1 Пока выигрывает А Ювентус ведет 2-0 Поэтому спасибо всем за внимание Будем Будем завершать Среди тех, кто выиграл Еще турнир, да? Да, ладно Это до бесконечности Все может быть Поэтому Да, заканчиваем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok